Позиция торгово-промышленной палаты, понятно, что основана на том, что сейчас происходит в реальном бизнесе. То есть мы понимаем, что сейчас все начинают получать убытки, начинает получаться предбанкрутное состояние. И мы в то же время понимаем, что любое решение правительства и постановление, которое они принимают, оно основывается на базе требований и критериев, которые разработаны на федеральном уровне и спускаются вниз. И поэтому сейчас, по большому счету, все зависит, наверное, от того, как быстро эти критерии будут выполняться. Мы предполагаем, что в ближайшее время правительство доведет эти критерии до требуемой. И мы в результате сможем говорить о том, что магазины с непродовольственными товарами будут открываться. Здесь еще нужно тоже говорить о том, чтобы при случае открытия все магазины должны соответствовать тем требованиям. И ответственность любого руководителя состоит в том, что, не дай бог, если произойдет очаг благодаря этому действию, то это будет не шаг назад, а два шага назад, и там еще более жесткие условия. И поэтому мы обращаемся к предпринимателям, чтобы они четко соблюдали все требования, потому что открытие их бизнеса, от открытия их бизнеса и от действий их в рамках соответствия требованиям Роспотребнадзора зависит бизнес других, который идет после них. Поэтому здесь ответственность и на правительстве, и, в принципе, на бизнесе ложится. А почему торговые центры? Ну, давайте так, получается, что торговые центры, их по всему региону, я говорил уже, порядка 90. В каждом торговом центре это большое количество дизайн-предпринимателей и малого бизнеса, в том числе и те, которые наиболее пострадавшие, которые мы должны помогать. Это большое количество людей, это большое количество налогов, это какое-то движение к жизни. То есть, понятно, что это шаг уже к выходу из той ситуации после пандемии. Поэтому, конечно, мы бы хотели, гильдия наша, которая вышла с таким письмом на исполнительную власть, и мы, как торгово-промышленная палата, хотели бы, чтобы исполнительная власть обратила внимание на торговые центры. Ну, и смотрите, торговые центры, там есть одна проблема, это центр притяжения для подростков, который сейчас заканчивается учебный год. Не получится ли, что вот они опять начнут там собираться, общаться, а потом, ну, если вдруг кто-то заразится, все это понесет домой? Вы знаете, уникальность торговых центров, когда мы общались с гильдией, состоит в том, что они очень сильно самоорганизованы. Они сами для себя, как ни странно, сделали те требования, на которые они могут пойти. Это закупка термометра бесконтактных, это убрать с больших территорий залов стульчики, скамейки, то есть все, что может позволить для того, чтобы там скопливалось людей, да. Они сами организуют выдачу масок в случае, если кто-то без маски зашел. Они сами могут предпринимать уже на своих магазинчиках небольших регулировать вход-выход. Причем, ведь торговый центр – это же не просто один хозяин, да, это целая система, целая структура, это охрана, это техническая служба, это много чего. А потом, вы же знаете, у нас же есть примеры, когда, ну, оградил ты красной лентой, и никто не заходит, да, вот у нас есть дни, когда не торгуют спиртным, но никто, я вижу, граждане не особо сильно туда и рвутся, по большому счету. Здесь то же самое, они сами могут это сделать. Вот проблема с маленькими магазинчиками, да, которые находятся, ну, скажем, таких вот, ну, давайте пример, да, торговые дома там, или скопление больших магазинчиков на рынках, которые, у нас их немного, конечно, осталось, но они есть. Вот там-то тяжелее как раз проверить соответствие требованиям или не соответствует. А торговый центр – это более цивилизованный. И давайте учтем такую вещь, что не все пойдут валом туда. В хорошие года проходимость большого торгового центра в сутки, ну, в день, да, это минимум пять тысяч. Но не пойдут сейчас люди туда именно в таком количестве. Это первое. Второе. После зимней вишни восстановление клиента, ну, помните ту ситуацию с вишней, восстановление потока покупателей, он восстанавливался порядка года-полтора. Ну, повторяю, и, наверное, это все понимают, что идя на такой шаг, обдуманный шаг, повторю еще раз, обдуманный шаг, потому что здесь действительно нужно прислушиваться к требованиям Роспотребнадзора, для нас будет являться знаком того, что мы возвращаемся к нормальной жизни.